о да мы на правильном пути я в горах всем привет наконец-то я с вами встретился и это первое видео которое будет естественно в шахтной тематике есть места которые я хочу вам показать и сейчас данная цель у меня это старая старая штольня правда я уже хожу здесь примерно час-полтора и по карте и не так-то просто найти но тем не менее я знаю где она находится и вот такие вот пейзажи здесь красиво сток сена довольно таки красиво по этой красоте уже очень долго хожу единственное что меня беспокоит в этой всей ситуации это клещи после долгих блужданий наконец-то вот видите камнями выжил выложена эта дорога дорога которая нам нужна потому что я вообще психану вообще пошел через поле через лес напрямую и получается сократил даже немножко путь себя я уже близко за полтора часа я не встретил ни единой живой души хотя местность не выглядит заброшенной в этот раз я тоже один иногда одиночные походы позволяют максимально прочувствовать место со всеми его странностями и необъяснимыми моментами но не буду забегать вперед об этом позже так идем по дороге и видим вот такой вот террикон отвал мы очень близко я вам скажу и это сланцевый отвал потому что камни здесь плоские такие добывали здесь сланец ну да это я так понял пустая порода пустая порода проще говоря это камни которая содержит в себе очень мало полезного ископаемого или вообще ничего не содержит будь то железная руда уран и так далее можно сказать что это камни которые вы каждый день видите у себя под ногами по дороге встречаются первые остатки бывшей цивилизации которая здесь была и смотрите это было какое-то здание очень сложно сказать и что это было за здание и смотрите из чего это здание состоит это не кирпич то сланец аккуратно сложенный сланец грамотно сложенный скажу еще что это сооружение находится здесь более сотни лет ну да смотрите вот вход может какое-то бытовое помещение я вообще понятия не имею здесь даже дерево выросла елка вообще непонятно кроме стен здесь сложно что-то увидеть еще второй вход второй вход второй выход или вход и такой вот подвальчик или погребок блин капец смотрится очень стрёмно потому что сланец он со временем все равно начинает отслаиваться в середине и смотрится очень небезопасно и лучше там не находиться более сотни лет и несмотря на снега дожди сезонные перепады температур и обильную растительность эти стены по сей день очень прочные это здание точнее его остатки были построены очень близко к отвалу и очень близко к краю я вообще такого раньше не видел поэтому очень странно ну а мы пойдем дальше смотрим куда ведет на тропа вот еще смотрите это все уложено человеком выкладывали так здесь был либо какой-то проем либо какое-то такое пространство которое не нужно наверное что ли она росла очень много и как всегда мой глаз видит очень много заколов ну я есть я смотрите вот еще что не знаю на рельс не похоже но какая-то железная вот что-то здесь есть но но там уже конец это тупик может быть здесь планировали что-то делать но не доделали и уложена из веток какая-то кровать лежанка что ли прям пещера древнего человека на такое и опять-таки сланец вы видите насколько слоеная порода не знаю насколько она крепкая по моим ощущениям она вообще не крепкая да здесь все надо спускаться вниз потому что внизу может быть что-то знаете что я подумал когда спускался здесь не дай бог пришлось бы упасть каким-то образом сланец он камень острый можно распороть себе что-то очень серьезно здесь прям ущелье какое-то и и отвесные скалы сланцевые возможно где-то рядом что-то должно быть а вот видно дело рук человека опять камни уложены аккуратно и такая пещера я думаю это даже не пещера это выработка да так что я собираюсь и заходим заходим и смотрим надо беречь потому что каски нету каску я не брал да тут даже остались такие выемки от шпал если можно присмотреться можно такое увидеть и пока сложно сказать что по воздушной тяги видно что сланец слоеный такой в цветовой гамме желтая то есть присутствует глиняный сланец и скорее всего здесь его и добывали посмотрим что там дальше ну типа что-то восстающей выработки но скорее всего так есть и чувствую кстати чувствую воздушную тягу воздушная тяга идет во внутрь и И я вам потом скажу свое предположение, почему вовнутрь. Так, здесь еще есть немножко грунтовые воды, которые пробиваются из стены, из борта. А мы идем дальше. Слушайте, впереди большая пропасть. И если здесь ходить без фонаря, ты просто идешь прямо и шуршишь вниз. Я не знаю, какая там глубина, но это очень похоже на какую-то буровую камеру. Те, что я вам ранее показывал. Сейчас обязательно что-то кинем вниз, потому что я не я, если что-то не полетит вниз. Вот этот вот клиент. Послушаем звук. Насколько там глубоко. Ну, достаточно глубоко. И это всего пройдя, ну, 30 метров от входа в выработку, в эту штольню. И там дальше, кстати, еще есть выработка идет дальше. Ладно, мы пройдемся влево. Здесь уже чувствуется такая влажность, ну, как в шахте. В типичной шахте, в типичной выработке. Вот еще. Ага. Не знаю, видно вам что-то или нет. Но... Ага, это другая. Это другая. Сейчас пойдем еще дальше. А, здесь еще камера. Слушайте, это третья уже получается. Я не знаю, видно вам что-то на видео или нет. Но я сделаю фотки и надеюсь, будет что-то видно. Туда тоже идет выработка. Мы туда пройдемся. И вот смотрите. Там парапетик. Туда можно перепрыгнуть. Но я этого делать не буду. Мои предположения такие, что технология этих камер разрабатывалась таким же способом, как в Кривом Роге. А точнее наоборот, в Кривом Роге разрабатывались таким способом, как здесь. Потому что Германия была основоположником этих камер. Есть предположение, и оно, я уверен, на 100% правдивое, что эти все камеры ведут в нижние горизонты. Какой-то должен быть нижний горизонт, потому что вся эта порода из камер ссыпалась вниз. И оттуда, как я раньше называл, это был откаточный горизонт. И оттуда вытягивали всю-всю породу, которая была здесь и выше. Кстати, сейчас, наверное, отметка, если я не ошибаюсь, плюс 400 метров. Впервые я нахожусь в шахте, в которой отметка плюс 400 примерно, не минус 400. Потому что она находится в горах, и всегда счет горизонтов идет от уровня моря. И оттуда вытягивали всю жизнь. Ну и, как всегда, наши традиции что-нибудь кинуть вниз. Сейчас послушаем полет этого камня. Послушаем эту глубину. Впервые, конечно, вижу, чтобы три буровые камеры были прям настолько близко и настолько рядом. Это для меня новшество вообще. Ну все, идем дальше. Посмотрим, что находится в этой штольне еще. Оттуда мы вышли. Туда мы идем. Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли кто-то в этой штольне. Потому что стремновато. Стремновато очень. И стремновато в том, что я нахожусь сам здесь. И... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Во-первых, здесь очень повышенная влажность. И... Здесь стоячий воздух. Наверное, проверю-ка я газонализатором. Что здесь вообще происходит. Ну, я скажу, кислород в норме. И все остальное в норме. Бояться нечего. Можно идти дальше. Отлично. Камушки, которые свалились, я думаю, откуда-то сверху. Я всегда говорю, если камни так лежат, вряд ли кто-то сюда положил просто так. Или принес. Они сто процентов прилетели сверху. Ну, ладно. Кто-то ориентировался. Возможно, тут сложная система в этой штольне. Ну, мы посмотрим, пройдемся. Что есть еще. Так, тут тупик. Поэтому идем теперь в другую выработку. Посмотрим, что в ней. По пути встречается еще одна муровая камера. Я уже сбился со счета. Перестал их считать. Их здесь очень много. Двигаемся дальше. Здесь у нас такая каменная кладка. И тупик. Да, тупик. Кто-то эти камни выложил. Ну и все. Возвращаемся обратно. Такая коротенькая штольня. И нужно искать нижние горизонты. Откаточные горизонты, которые должны здесь быть. Они здесь должны быть по-любому. Будем ходить их искать сейчас по поверхности. Вот такая вот коротенькая штольня. Здесь что-то было. Я так полагаю, что это какой-то овраг для воды, что ли. Очень сложно понять. Прям очень сложно. И все заросло мхон. Знаете, что я вам скажу по поводу безопасности в таких штольнях? Это первый раз, первый мой опыт такой. И я чувствовал себя вообще небезопасно. И боялся там я, как можно предположить, никаких либо там духов или тому подобное. А человека. Именно человека. Потому что встреча человека на улице просто так, это ну привет-привет. Как дела? Типа я пошел дальше. Под землей это будет совершенно другая встреча. И каждый из нас, если допустим я встречу человека, как он, так и я будем думать о своей личной безопасности в первую очередь. И сразу возникают мысли. Бей первым. Вот такие вот мысли приходят в голову. Но я думаю, это полное безумие. И надеюсь, что люди здесь, которые путешествуют таким образом, как я, более лояльны и более беспечно к этому относятся. Слушайте, еще нашел что-то. Еще какая-то стена. Еще что-то. Ну, кстати, если присмотреться, здесь кладка очень аккуратная, прям профессиональная. Из того же сланца. Из того же камня. Продолжение следует... Скажу вам, что меня всегда впечатляли деревья, которые растут просто в камне. Они из пустоты находят жизнь и прорастают. Этому дереву несколько лет. Ну, для меня это очень впечатлительно. Это очень мощно. И, кстати, там целый обрыв. Там внизу что-то есть. Там целая пропасть. И я вижу, деревья растут. Значит, дно есть. Туда как-то попасть очень сложно. Но я думаю, там что-то есть. И еще я заметил. Здесь... Вот еще стена. Еще заборчик или... Ага, тут было здание когда-то. Послушайте, настолько все сильно заросло, что не видно вообще ничего. Капец, как здесь атмосферно вообще. С ума сойти. Это, я так понял, несущая стена, которая держит весь этот отвал. Насколько я понимаю. Но, опять-таки, это только догадки. И все уложено очень аккуратно. И что здесь было, я понятия не имею. Это было более, наверное, сотни лет назад. И когда наступаешь на землю, она мягкая. Здесь столько веток, иголок нападало во столько лет, что идешь и идешь аж мягко. Проваливаешься немного. И вот тоже. И предполагаю я, что здесь, возможно, и крыши даже не было. Это были такие, как бы, открытые помещения. Если это можно так назвать. Ну, стена. Вот вход какой-то. Здесь, типа, тоже помещение было. Вообще странно. Очень странно. Там пропасть. И там пропасть. И они додумались оградить. Ну, это я еще могу понять. Талент там. Ну, вот это вот. Это для безопасности, что ли? Чтобы люди не упали. Судя по всему, здесь тоже было такое ограждение. И оно так себе. Дерево вросло. Да уж. Наверное, это была когда-то туристическая тропа. Но со временем, я так понимаю, уже никому это не интересно. И здесь мало кто ходит. Нам вниз. Но не седой, конечно. Пойдем искать другую дорогу. Кто-то костер полил. Возможно, найдется здесь еще что-то. Смотровая площадка. И что-то там в глубине, в лесу, в тех зарослях, должно что-то быть. Дорога нам туда. Мы сейчас заглянем еще в это место. Ага. Я уже вижу какая-то стена из фланца. Какая-то цивилизация здесь была. Должно быть что-то. Здесь тоже что-то было. И вот там. Точнее здесь что-то есть. О, я чувствую, чувствую тягу наружу. И какая она холодная. И запах. Запах подземелья типичной шахты. Я думаю, там что-то будет интересное. Я так полагаю, что это куда-то сверху там, где мы были. И в принципе, эта вентиляция идет такая естественная. Так как тяга наружу, стоит проверить воздух. Хотя я думаю, что здесь выработки не такие большие, не такие длинные. И все проветривается очень хорошо. На всякий случай, все-таки я газоанализатор включу. И проверим. И то, что я ранее говорил. Как мне не нравятся эти сланцы, которые на кровле. Мне очень не нравятся они. Но ничего не сделаешь. Ну, воздух в порядке, можно залезать. Смотрите, я нашел первый артефакт. Не знаю, ключ это старый или какие-то ножницы были. Но слой ржавчины очень большой. Это было что-то мощное. Блин, да это же круто. Надеюсь, вам слышно, потому что ветер дует. Тяга. Ну, что сказать. То, что мне не нравится, его здесь очень много. Прям очень много. Состояние очень плохое, елки-палки. Стараюсь не зацепить вообще ни стенку, ни кровлю, вообще ничего. Ого. Вот это все, что по бокам, это все отвалилось. Ага, здесь уложена кладка такая. Направление. Остатки шпал. Понятно. Выработка какая-то короткая. Слушайте, еще какие-то металлические конструкции. Непонятные. Ага. Ага. Понятно. Уходим. О, красиво как сложилось. Ой-ой-ой, как опасно. Ух ты, как холодно. Ого. Ну, зайдем сюда. Я включил вам широкий угол, чтобы вам было понятно, что это за место. Сюда попасть можно только через выработку, к которую я пришел. Вот оттуда вы. И это, можно сказать, такой островок пустоты. Что я еще здесь заметил? Следы от шпурования. Шпуры. Стандартная технология. Бурили, взрывали, вывозили. Обнаружил в стене камень такой сферической формы. И он чем-то напоминает глаз. Как будто этот глаз что-то охраняет, осматривает. Осматривает здесь, чтобы никто не зашел. Место хорошее. Но нам нужно возвращаться. Вот сюда мы не ходили. Эта штольня находится ниже той, где мы были в самом начале. На отметке примерно плюс 350 метров. Смотрите, еще один камень сферической формы. Вообще необычный. И он так блестит, переливается. Очень необычная штука среди сланца. Я думаю, что причина этому какая-то есть. Потому что сколько миллионов лет это образовывалось. И что-то здесь было. И смотрите, какой действительно аккуратной сферической формы. То есть это... Вряд ли природа это сделала. Но возможно и сделала. Непонятно. Ребят, если у вас есть какие-то догадки. Или вы знаете, что это такое может быть. Либо шахтеры, которые встречали такое. Пишите в комментариях. Потому что я не знаю. Мне очень интересно. На этом уровне меня очень сильно заинтересовали круглые камни. Тут тупик. Пойдем сюда. Заинтересовали это мягко сказано. На самом деле немного жутко видеть такое. И чем ниже я спускаюсь, тем больше странностей я замечаю. Ведь на отметке примерно плюс 200 метров находится главная штольня этой системы. Возможно там тоже будет что-то необъяснимое. Вот еще одна необычная находка. Это наверное прикол какой-то или что? Напишите пожалуйста мне в комментариях. Потому что меня это уже беспокоит. Круглый камень. Очень странная шахта. Очень странная штольня. Вот еще один артефакт. Остатки рельс. Смотрите какая она маленькая. Она очень маленькая. Ладно пройдемся до конца. Здесь я так понял очень насыщена вода минералами. Что такое белый цвет? Глядя на этих подозрительных шарообразных ребят, в голове закрадывалась мысль. Куда бы я ни пошел, этот камень будет все так же за моей спиной. Такое себе ощущение. Это только в моей голове, уверял я себя. И шел дальше. Смотрите, старая железная дорога. Сколько же ей лет? Я предполагаю около сотни. Около сотни лет. Так, там тупик. Там тоже тупик. Я так понимаю, но сюда выход один. Точнее вход. Да, выработка уходит дальше. Теперь я тремя фонарями буду светить. Чтобы вообще было все видно. Так, тут у нас тоже тупик. Да. Идем сюда. Как я и говорил, встреча с человеком в Штольне будет выглядеть иначе. Поэтому не хотелось бы встретиться тут с кем-либо. И снова прислушиваясь к звукам. Как в том бункере. Если честно, мне всегда мерещатся какие-то звуки. Какие-то стуки. Какие-то голоса. Но эта психика все дорисовывает. Она фантазирует. Вау. Еще одна буровая камера. Вон, конечно же, не видно. Да, не заканчивается. Еще одна буровая камера. Их тут много. Их тут много. Опять та же ситуация, что была с предыдущей штольней. Тоже разработка камерная. Все то же самое. Все, что я вам рассказывал ранее. Ну, конечно, не по себе здесь. Здесь не по себе. Взрывали. Взрывали. Все лопатами набрасывали в вагонетки. И вывозили. И вывозили. Ввозили. Хотя непонятно, куда вывозили. Должен быть какой-то рудоспуск. Или что-то подобное. Для этого дела. Но я ничего не увидел. Возвращаюсь обратно. Как бы интересные места. Камерные разработки всюду. Да и еще прям в горе. Ну, мелкого залегания вообще. И сколько лет они проваливаются. Смотрите, наверх уходят какие-то лесенки. Скобы. И там выработка. Я ума не приложу, для чего они нужны здесь. Чтобы выбираться наверх. И насколько это безопасно, я представить не могу. Просто по отвесу. Чтобы вы понимали, это примерно вот так выглядит. Я на телефон, правда, снимаю. Но тем не менее. Вот примерно вот так. Что это такое? Это же не ноль безопасности. Это в минус ушло. Настолько безопасно. С этого места я чувствую свежий воздух. Где-то сверху мы с вами были. И это была огромная камера, куда мы бросали камни. Скорее всего, где-то оттуда идет такая естественная вентиляция. Вентилируется. Ну, все. Осталось по шпалам прийти к выходу. Знаете, когда идешь в темноте и видишь что-то не квадратной формы, твое сознание начинает очень сильно напрягаться. И как-то не по себе. Вообще не по себе. Фух, наконец-то. Здесь так тепло. И газоанализатор отработал на ура. Даже в тупиках не было ни малейшей загазованности. Ладно. Идем далее. Ох, красиво здесь. Красиво. И вот доказательство того, что мы очень-очень близко. Рельс. Очень старый, очень маленький. Рельс. Пройдемся. И вот. И вот мы пришли. Ого, как холодно. Ой-ой-ой. Я, конечно, взял с собой одежду, но мне кажется, будет недостаточно. Тут прямо очень холодно. И тяга наружу. Я так полагаю, что это откаточный горизонт. Откаточная штольня. По идее, должны быть рельсы, но столько времени прошло, вряд ли тут что-то будет. Да, и грунтовая вода вытекает и утекает куда-то дальше. Ну да. Холодно. Поэтому пойду собираться, одеваться и готовиться. Хотел сказать к спуску, ходить прямо. Там сейчас очень холодно. Я слышу, как там капает вода. Настолько тихо. И еще я готовлюсь к атаке моей психики на меня. Сейчас будет она мне дорисовывать всякие образы, всякие голоса. И я буду прав. Тут тоже будут некоторые странности. Это отметка плюс 200 метров. И это главная штольня этой системы. Так, в начале вода. И это очень нехорошо. Потому что я без сапог. Я хоть и говорил несколько раз, но скажу еще раз. Здесь холодно. Здесь нормально так холодно. Холоднее, чем в обычной шахте. Потому что, допустим, в обычной шахте градусов 15-17 примерно. Примерно. То здесь, наверное, все 10. Если не холоднее даже, наверное. Кто-то доски вложил. Это хорошо. Можно пройти. О, какой щиток. Старючий, старючий. Ржавчина съела. Так. Была перемычка из кирпича. Слушайте, ну, такое впечатление, будто эта штольня работала относительно долго. Либо здесь что-то было. Может быть, какие-то экскурсии раньше водили. Но показывать, может быть, и есть что. Сейчас посмотрим. Что-то тут доски вообще плохие. Сейчас посмотрим. Ага, отлично. Дальше нет воды. Это хорошо. Это хорошо. Оно дует очень сильно. Ага, ходили. Это, наверное, были типа бахилы. Перчатка чья-то. Ну да, перчатка зимняя. Здесь надо одеваться, как зимой. Что я хочу сказать. Довольно широкая выработка. Очень даже. И, судя по всему, это действительно была как бы откаточная выработка. Где засыпалась вся порода вниз. И все это вагонетками вывозилось снаружи. Ага, тупичок. Тупичок. Ну, что-то есть. Даже видно медное. Я думаю, тут будет что-нибудь интересное. По-любому. И, надеюсь, не будет этих круглых шарообразных камней. Потому что они мне очень не нравятся. Мне кажется, у меня уже фобия на них. Так, отрезок железной дороги сохранился. Смотрите, какие маленькие рельсы. Рельсы очень маленькие относительно. Не могу руку поставить, потому что фонарь и камеру держу. Относительно моего ботинка. Я так понимаю, предполагаю, что были здесь вагонетки тоже маленькие. В силу того, что эта штольня была разработана очень давно. Тогда еще не было электровозов. Возможно, здесь была конная откатка. Либо руками все толкали по одной вагонеточке. И как-то вывозили. Так, тут пройдем. Тут пройдем. Пройдем, но очень осторожно, потому что... Много заколов. Много заколов. Очень неприятные вещи. Максимально постараюсь не прикасаться ни к чему. Потому что, опять-таки, эти камни вряд ли сюда кто-то положил. Принес и положил. Они сто процентов упали сверху. Поэтому аккуратно. Проходим. Так, здесь у нас камера. Опять-таки, камера буровая. Так, глубоко. Примерно метр. И уходит туда что-то вниз. Водичка есть. Так, вот что я хотел вам показать. Смотрите. Да. Осталось еще с тех времен. Что здесь было? Я мани приложу. Вообще. Ох, ё-моё. Там целая выработка. Я так понимаю, она уходит наверх. Где-то там, на верхних горизонтах. Так, стыкуются. Слушайте, ну, по ощущениям, когда я был вверху, я по телефону посмотрел уровень высот. Это было где-то плюс 400, плюс 500. Здесь я спустился гораздо ниже. Да, я уже смотрю там. Моё сознание уже рисует. И здесь примерный горизонт, я думаю, плюс 150, плюс 200. Зайдем сюда. Здесь тоже были рельсы, уходили вправо. Ого, ого. 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 Крунтовые воды. Куда-то сверху. Да, там тоже восстающая выработка. С нее течет вода. Видите, как насыщена минералами выработка. Но вот эти вот, ребята, меня очень напрягают. Лизак здесь. Хороший кусок отвалился. Я думаю, цепь тоже тех времен. Еще такая более-менее живенькая. Не растворилась в этой среде. Потому что металл, металл в этой среде. Именно растворяется. И знаете, что еще? Здесь я заметил очень нетипичное построение выработок. Допустим, если у нас в шахте, в Кравемроге, в Украине, в целом, придерживается каких-то типичной схемы. Там, квершлаг, штрек, порт и так далее. А, что-то тут еще. Сейчас пройдем дальше. И как бы понятно, куда ты идешь, где свернуть и где что находится. И как выйти наружу. Здесь строили, я так понимаю, таким образом, где пришлось. Куда вышли, там и выкопали. Там отработали полезное ископаемое, дальше пошли. И так далее. Не придерживались какой-то схемы однотипной. Удивительно, что Орецовый путь сохранился. Все, у меня какой-то глюк пошел. Слышу чей-то парфюм. Надеюсь, меня глючит. Да, я не на шутку зациклился. Этот запах чьи-то духи. Я даже перестал на камеру что-то комментировать. Неужели тут только что кто-то был? Первые мысли. Возможно, сквозняком принесло этот запах. Все так же тихо. Людей не слышно. Может, запах действительно принесло воздушной тягой. Тогда я решил свернуть в тупик. Там ветра нет. И запаха духов тоже не должно быть. Вроде бы мелочь, но меня это сильно выбило из колеи. Я зашел в тупиковую выработку. Здесь нет ветра. Газоанализатор молчит. Значит, состав воздуха в порядке. Я начал принюхиваться снова. И знаете что? Я все еще ощущал этот парфюм. Куча бритовых мыслей и вопросов я себе задавал. Может, тут кто-то есть? Я пытался кое-как себя отвлечь. Переключиться на что-то другое. Так, ребят. Кто знает, что это такое? И для чего? Сверху отверстия нет. Поэтому понятия не имею, что это. Очень похоже на какую-то печку. Но это полный бред. Потому что здесь по технике безопасности вообще не рекомендуется огонь полить. Это задымленность, это зажигание кислорода и выделение алгорного газа. Поэтому что это такое? Я думаю, вряд ли это было печь. Но что-то очень похоже на нее. Может, там что-то хранили. Это тоже. Только сейчас я понял, в чем же дело. Тут камера. Не знаю, очень похоже на КАВС. Как раньше делали камеры автоматического воздухоснабжения. Но это не оно. Потому что нет никаких отверстий для подачи воздуха. В общем, непонятно, что это было. Тупиковая выработка. Кстати, газоанализатор все время показывает отличное состояние воздуха. Поэтому можно идти дальше. Не бояться вообще ничего. Да, запах духов присутствует. И я думаю, закадровый голос уже поведал, что это от меня. Очень удивительно. Я первый раз с таким сталкиваюсь, потому что, наверное, воздух здесь другого состава по запаху. Ого, куда уходит. И я очень сильно чую от себя запах парфюма. Впечатление такое, будто я вылил на себя целый флакон. И этот запах очень перенасыщен. На самом деле, я просто забыл, что сталкивался с таким явлением. Когда-то я был в заброшенной шахте на отметке минус 360 метров. Точно не помню. Возвращаясь обратно к шахтному стволу, пройдя всю попековую выработку, внезапно я чётко учуял запах сигарет. Как потом выяснилось, человек курил на отметке минус 435 метров в глубине выработки. В общем и целом, это далеко. То есть, под землёй запахи усиливаются примерно в 20 раз по моим ощущениям. Но это тоже не везде. Так что можно сказать, что я испугался собственной тени. Как я и говорил, сознание само рисует, а потом реагирует инстинктом самосохранения. Но это ещё не всё. Кстати, слева сохранилась труба водоснабжения. Наверное, это самая свежая коммуникация прошлого века. Я прошёл достаточно далеко. Все ответвления были задавлены. Оставалась главная выработка. Было непонятно, что это. Штрек или Квершлаг. Это шахтные термины. Кстати, если кому интересно, на канале есть цикл видео под названием «Проект без лица». Там я рассказываю об этих терминах и структуре шахтного дела. Пришли, и я что-то вижу. Что-то я вижу. Какая-то конструкция. Укрепили её. Тросом укрепили. Для устойчивости. Какие-то облачки. Ладно. Сейчас пойдём обойдём, посмотрим ещё кое-что. Так, смотрите. Рельсы уходят наверх. Уходят наверх. Что-то здесь поднимали. Ну, естественно, поднимали вагонетки. Но для чего? Труба, которая уходит куда-то там наверх. Ладно. Сейчас ещё посмотрим. Ну, эти рельсы и вагонетки поднимали. Для чего? А непонятно для чего. Непонятно для чего. Здесь, скорее всего, была какая-то лебёдка. Да, скорее всего, эти вагонетки поднимали. Но пустые. И с грузом опускали вниз. Но это моё предположение. Вот и прилёт. Откуда-то сверху. Даже не хочу знать, откуда. И вот та конструкция, которая вдалеке. Это всё как-то функционировало. Симбионировало. Но я такой технологии ещё не видел. Это разъездной путь вагонеток сюда. И что-то было здесь ещё. Скорее всего, выгружали оттуда. Или... Вон огромная... Ого! Огромная восстающая выработка. Высота очень приличная. ВСПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В одном моменте я в штольне услышал детский смех. Я уже думал, что я схожу с ума, это паранойя, но это всё психика, это всё в голове. Я просто пошёл в то место, откуда я слышал это, и это были капли воды, всего-навсего. Далее, когда я выходил, я услышал какие-то голоса, но я думал опять паранойя, я спокойно выхожу и слышу действительно какие-то голоса сверху на отвале. Но это были люди из Германии, немцы, я не знаю, я их не видел, я ознакомиться с ними не хотел и не было у меня желания, я просто оттуда ушёл. Поэтому я сейчас отошёл уже далеченько и... Вот такой вот красивый пейзаж. Сейчас бы костерок развести и посидеть. Но огня я не брал и я не уверен, что здесь можно полить костры. Всё, можно штраф получить. Обобщу. В моём понятии то, что я увидел, это штольни трёхгоризонтные, трёхуровневые какие-то штольни. Возможно, есть ещё какие-то горизонты, я, может быть, не нашёл. Но то, что я увидел, система очень маленькая. Очень маленькая и для начала, для 1800, если не ошибаюсь, 75-й год, когда это всё начиналось, до 1900-го года, 900-го, это очень даже мощно, очень. То, что я увидел, эти камеры, они маленькие, да, но они есть. И это первые подвижки в добыче такого полезного ископаемого, как сланцы здесь. Это очень мощно, очень интересно. Второй момент, то, что шахты построены, штольни, точнее, выработки в них построены нестандартно, не по схемам. То есть, куда шли, там и выкопали, изъяли это полезное ископаемое. Нету какой-то определённой схемы, которая обозначена как штрек, твершлаг и так далее, орты. Такого здесь нет. Это всё как-то наобум выглядит. Возможно, я чего-то не знаю, но это так выглядит. Ну и в целом, шахта даёт свою паранойю на голову, если ты ходишь один. Но и есть что посмотреть, впечатление тоже получить, это тоже очень интересно. Шахты чистые, загазованные. Я всё время называю шахты, это штольни. Это вообще не шахты, это штольни. Шахты, там другая структура. Но тем не менее, для себя я получил немножко другой опыт в этом плане, в плане познания этих шахт. Атмосфера этой штольни оправдала мои ожидания, и несмотря на ту паранойю, что мне любезно предоставляло моё сознание, я в очередной раз доказал себе, и надеюсь вам тоже, что призраков, рейков, мистических созданий не существует. Теперь в следующих проектах я буду немного уделять своё внимание на такие вещи. Но я не отрицаю случайности, которые не случайны, и знаки, которые нужно читать. Берегите себя.